Просто очень обидно, что так грубо отсеиваются дети. В искусственном отборе десятиклассников пришлось участвовать и сыну Люции Гумеровой. В конце июня она вместе с другими родителями учеников 78-го лицея пошла на собрание. Там, по словам женщины, руководство учебного заведения зачитало список из 25 фамилий. Ее сына в нем не оказалось. Рейтинг оценок был составлен на основе оценок, то есть на усмотрение учителей, как они там по способностям, как они там учились в течение года. То есть средний балл по электронному дневнику оценок. То есть не подставка. Люция Гумерова уверена, что в утвержденном списке десятиклассников есть троечники. При этом считает успеваемость своего сына достаточной, чтобы продолжить обучение. Юноша увлекается информационными технологиями. Но до сих пор письменный отказ образовательного учреждения ей не выдает. И только на днях женщина узнала о внутреннем распоряжении, которое существует в лицее. Я понимала, что какой-то будет отбор, но что вот там есть какой-то локальный акт. И мы там ему не соответствуем. Нас с этим не знакомили. Хотя управление образования сказали, что должны были ознакомить в течение года с ним. Тем не менее, женщина отправила письмо в прокуратуру и ждет поддержки от правоохранительных органов. Только за последние десять дней по такому же сценарию действовали еще восемь родителей. Если, соответственно, результаты рассмотрения администрации образовательной организации их не устраивает, то они вправе обжаловать действия администрации образовательной организации. Высшестоящий орган, это у нас будет отдел образования, судебном порядке, а также органы прокуратуры. Родительский ажиотаж вызвал реакцию Министерства образования. На своем официальном сайте там заявили, что отказать в приеме могут только по причине отсутствия свободных мест. Однако собственный отбор, согласно закону, могут производить лицеи и гимназии с углубленным изучением отдельных предметов. При этом многие эксперты замечают тенденцию сокращения десятиклассников. И все потому, что рынок труда нуждается в рабочих профессиях, а не белых воротничках. Многие идут на экономистов, на бухгалтеров, а рабочих нас мало. Понимание того, что не хватает инженерных кадров и рабочих специальностей, поэтому мне кажется, какие-то есть просветы и у молодежи в том числе. Рабочих, наверное, больше, хотя в принципе им работать-то негде уже. Заводы-то все разорились. Нужны и те, и те специалисты под разные нужды. Все больше хотят воротничками стать, руки пачкать нет, и с этим, я так понимаю, сложности на производстве. Обращаться с жалобами родители смело могут в прокуратуру. Согласно их статистике, в прошлом году подобные инциденты разрешались в пользу учеников. При этом Министерство образования уточняет, что за нарушение закона руководству образователям учреждения могут выписать штраф в размере до 50 тысяч рублей. Александр Волков, Арат Мухамедьянов, Телеканал Эфир.